Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео я расскажу вам о фишках Xbox One, которые были на старте консоли и которых не было у PlayStation 4. Ролик будет особенно интересен тем, кто приобретал консоль позже 2015 года, поскольку после данные фишки, к сожалению, пропали. Перед началом ролика, как всегда, попрошу вас поставить лайк и подписаться на канал, чтобы помочь каналу в развитии. И в этот раз не пожалейте лайка, так как видос реально интересный. Спасибо. Начнем с того, что начальная концепция консоли Xbox One заключалась в том, чтобы было все в одном. На самой первой презентации этой консоли нам ясно дали понять, что это больше, чем игровая приставка. Нам показали некий медиа-центр, который заменит абсолютно все. Лично мне эта идея очень понравилась, поскольку я люблю многофункциональные штуки. Консоль обладала управлением голосом, жестами, и все это делалось, кстати, через Kinect, который уже никому не нужен и который даже не производится, к сожалению. Также была просто замечательная функция Snap, которая позволяла врубать два приложения одновременно. И честно сказать, это была крайне клевая задумка, поскольку ты мог делать сразу несколько дел. Общаться по скайпу играть, следить за чатом трансляции играть, мог включить просмотр достижений, чтобы понимать, что выбить, а что нет, ну и так далее. Лично я на первых этапах смотрел футбольный матч и играл с парнями в гирзу. Помимо этого, Xbox One был тесно связан с ТВ, позволял без проблем переключаться между ним, ну а также полностью заменял Smart TV. Но, к сожалению, данная функция так до нас и не добралась. Все, что я перечислил, это были первоначальные функции, о которых вы, скорее всего, уже слышали. Но Xbox One имел еще и внутренние фишки, о которых не сильно заявлялось, но они были в каком-то роде прикольными. Первую фишку, которую я хотел бы выделить, так это челленджи. Да, на Xbox One на старте были некие челленджи, которые были доступны лишь какое-то количество времени. Челленджи, насколько я помню, давались далеко не во всех играх, но это все равно было какого-то рода вызов для игроков, играющих в ту или иную игру. Насколько я знаю, многим обладателям Xbox нравится выбивать ачивки, и они готовы просто ночами сидеть, чтобы выбить игру на 1000G. Данная фишка, она не давала те самые очки, но зато повышала интерес ко всей этой движухе. Тем более, за это давали некий приятный бонус в виде тем для Xbox One. Не думать, что это какие-то там эксклюзивные темы, двигающиеся картинки, нет, это были просто картинки, которые можно было поставить на фон. Я никогда не был заядлым открывателем ачивок, но мне было крайне интересно выбить хотя бы несколько, и я выбил. Если что, такие достижения помечаются алмазиком и не имеют G-очков. К сожалению, в наше время данную фишку уже не найти, и на мой взгляд, немножко обидно, поскольку такие вот челленджи в какой-нибудь игре продолжали бы повышать интерес к ней, ну а также давать некое соревнование между друзьями. Кстати, если вы вдруг являетесь любителем повыбивать ачивки, то поставьте лайк и напишите об этом в комментариях. Вторая фишка, о которой я хотел бы вам рассказать, связана с приложением Upload Studio. Если вдруг кто не знал, то на консоли есть свой видеоредактор, который позволяет монтировать простые видосики через консоль. Лично я сразу положил глаз на это приложение, поскольку у меня не было нормального ПК на то время, и я не мог на нем что-либо монтировать, поскольку он невероятно лагал. Но в то время как-то хотелось творить, делать игровой контент и так далее. И благодаря консоли Xbox One это все-таки стало возможно. Кстати, свои самые первые ролики от начала до конца я делал именно через это приложение. И насколько я помню, первое время в этом приложении было лишь несколько переходов и эффектов. Но потом приложение капец как преобразилось и реально выросло. К примеру, в него добавилась функция хромакея и совмещение видео, при помощи которого вы там могли записать себя и наложить это видео еще на одно видео. И самое главное то, что это можно было сделать на консоли. С этой обновой я капец как офигел, поскольку это невероятно расширило спектр функций и комбинаций между ними. После их появления я уже начал загружать видео на ютуб, и если что, это мои первые видео, которые были сделаны полностью на консоли. От озвучивания до монтажа. Да, естественно стыдновато за такое качество, за такую реализацию, но это крайне нормально для человека, который видит свой прогресс и который может видеть в себе недостатки. Но фишка, которую я вам хотел рассказать, заключалась не совсем в приложении, а точнее в ее социальной сети, которая побуждала игроков делать монтажики и делиться ими со своими друзьями. На то время существовала некая команда Upload, которая выгружала ваши ролики и вставляла в топ моменты, попутно их комментируя. Это давало и некую рекламу игре, вызывало интерес у игроков к другим игрокам, поскольку когда они показывали видео, они полили линейки. Но самое главное то, что все это побуждало желание попасть в этот топ. Ролики выпускались и на YouTube и несколько из них вы можете посмотреть сейчас на экране. Опять же функция идеи была невероятно крута, но видимо из-за того, что приложение очень лагало и остановилось в развитии за совмещение Xbox и ПК, так как стала возможность монтировать видео через ПК и загружать их обратно в Xbox Live. И видимо из-за всего этого эту тему продолжать не стали и перенесли совершенно в другое русло. Если я ничего не путаю, то та команда, которая всем этим занималась, сейчас занимается продвижением миксера. Да, это стало не так интересно, но как есть. А обязательно напишите свое мнение об этой фишке, пользовались ли вы ей и хотели бы попасть когда-нибудь в этот топ. Честно, на первых этапах Xbox One на мой взгляд была невероятно интересной консолью, но к сожалению без хорошей рекламы. Там были реально клевые фишки и в то же время были интересные проекты, которые вызывали интерес. Но почему-то в большинстве своем это не зашло аудитории и все видимо хотели лишь просто поиграть без каких-либо приблуд. На мою память майки извивались как только могли, поскольку у них было реально много функций, которые тоже к сожалению убрали. Кстати, о таких некоторых функциях я записывал видос около двух лет назад, если хотите гляньте. И самое интересное то, что у плеки такого ничего не было и ее все равно считали лучшей консоли на то время. Все же видимо реклама делает свою работу. Очень интересно посмотреть, что придумает Microsoft в новой консоли, но мне кажется, что подобных развлечений скорее всего не будет, так как игрок все-таки ленив и хочет просто поиграть. Лично я немного не такой и как по мне, когда много каких-либо приколюх, тем интереснее. Тот же Kinect он давал возможность подвигаться, поговорить по скайпу, ощутить некие экспириенсы, а также погружение в игру через управление жестами. Тот же Smart Glass, который давал повзаимодействовать с игрой через телефон и так далее. Это было здорово и я невероятно кайфовал от этих функций, но к сожалению таких как я было видимо немного, раз майкам пришлось все-таки отказаться от всего этого. Напишите в комментариях ваше отношение к таким фишкам, функциям и нужны ли они вообще консолям. Если вам понравилось данное видео, то поддержите его лайком, подпишитесь на канал и большое спасибо за просмотр. До новых встреч!